Я тут узнала, что у меня есть тезка. Я Киса Алиса, а это Яндекс Алиса. Киса Алис, ты чем тут одна занимаешься? Я нашла в интернете свою тезку. Говорят, она разговаривает. А, ты про Яндекс Алису? Да. Можно я с ней поговорю? Ну, можно. А можно снять об этом видео? Ну, давай. Ух ты, Софи на обоих. Ну да, раз она болеет, так хотя бы подписчики ее увидят. Ой, у нас тут Инстаграм, и Вконтакте, и Фейсбук, и Твиттер у тебя есть. Да, Юмичо, у меня все есть, но в Инстаграме у вас уже, между прочим, больше 100 тысяч подписчиков. В моем Инстаграме, конечно, чуть-чуть поменьше, но ему и меньше времени. У нас там крутяцкие фотки. Ладно, ребят, я вообще хотела показать вам посылку, которая вам пришла. Ух ты, это же кнопка Ютуб. Это серебряная кнопка на 100 тысяч подписчиков. Подожди, а я не понимаю, кнопка на 100 тысяч, а у нас же 400 тысяч уже. Ну, долго шла. Вот так выглядит серебряная кнопка Мэджик Фэмили. Между прочим, вам подписчики тоже делают самые разные кнопки Ютуб. Красная похоже на съедобную. Юмичу, хватит, все хотят есть. Она несъедобная. И золотая, и красная кнопочки. А это тоже точно несъедобная? Нет, Юмичу, посмотри, это значки. Понятно. А помните вот эту синюю кнопку из 3D-ручки? Мы ее показывали уже. Да, дай-ка ее мне. Ох, Юми. А вот это вот две золотые самодельные кнопки. Одна из картона. И ее ты дай-ка мне. А вторая сделана 3D-ручкой, и она реально прям объемная. Надеюсь, когда-нибудь вы получите золотую кнопку. Надо обязательно дочь Софи сам рассказать. Я уже сказала ей, Юми. А давайте, знаете что? Давайте соберем много лайков в честь Софи. Хорошая идея, девочки. Да, много-много лайков, чтобы Софи знала, что все ее любят. И очень ждут. А еще давай вот эту вот кнопку золотую сделаем подписочной. Собираем лайки в поддержку Софи. А Юми будет задержать вот эту вот золотую кнопочку. И приживать миллион подписчиков. Уверена, ребята поставят много лайков и подпишутся. А теперь отдай кнопку мне. Ты в этом уверена? Уверена, уверена, Юмичу. Давай кнопку мне. Ребята все поняли. Нет, подожди, я еще про комментарии не сказала. Про какие еще комментарии? Ух ты, там мое отражение. В кнопке серебряной. Так что там про комментарии, Юми, говори, и мы будем начинать. Короче, вот что мы с Алисой придумали. Комментарий, который собирает больше всех лайков, попадает в видео. Ладно, вот. Может, это... Ладно, хорошо, давайте три вот. Так, ладно, я пока эти кнопочки уберу. И эти тоже уберу. Смотрите, ребята, что я вам принесла. Какие милые крольчатки, да? Да, дай мне. И мне, мне дай. А теперь у меня к вам вопрос. Кто залез в комнату, где я храню коробки и все там разворошил? Это была я. Понятно. А у меня идея. Какая? Для этого нужен скотч. Принеси-ка его сюда. Вот скотч. А Юмичу, а зачем тебе скотч? Тебе нужно взять этот скотч и обклеить всю комнату с коробками. А также все те места, куда ты не хочешь, чтобы киса Алиса. Юми, зачем скотч? Папа, отстань, я объясняю. Так вот, куда ты не хочешь, чтобы ходили мы или киса Алиса? А, я кажется, поняла, о чем ты. Да, я провела видео на главном канале Мэджи Фэмили. Мы же там проверяли лайфхаки. И лайфхак со скотчем сработал, помнишь? Это было очень крутое видео. Мне очень понравилось проверить лайфхаки. Похоже, тогда мне придется обклеить Юмичу весь дом скотчем. Скажи подписчикам, чтобы обязательно посмотрели это видео. Я ссылку оставила там, внизу. Хорошо? Юмичу, да найдут они ссылку, не переживай. Захотят, посмотрят. Уверена? Почему ты опять без меня смотрела видео? Потому что ты где-то ходила, бродила. Обещаю, что в этот раз посмотрим вместе. Посмотрим, вот снимем это видео, потом сходим и посмотрим. Девочки, ну хватит, все. Сейчас я к Софише схожу, проведаю ее и вернусь. У меня идея. Какая? Пока они снимают, пойдемте какое-куда сходим. Пойдем, а куда? Сейчас я вам все расскажу. Ну что, Алис, ты готова? Да, только ребята ушли. Наверное, поиграть. Говори. Как тебя зовут? У девочки нет имени. Шутка. Меня зовут Алиса. Прям как меня. Классное имя. Классное урчу. Обработаем. Я говорю классное урчу. Ну нет же. Почему ты написала красное обручу? Потому что. Почему потому что? Потому. Ты странная. Я все еще учусь. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сама, отстаньте. Я такого не говорила. Окей. Тебе нравятся собаки? Мне нравятся котики. А я собака. Собака лучший друг человека. Что тут скажешь? Ты права, Алиса. Странно, что я умею мурчать как кот, если я собака. Почему все говорят, что я кошка? Потому что ты кот. Я же сказала, что я собака. Ты дурашка. Почему я дурашка? Давайте поищем. Не переживай, Алиса. Это Алиса. Шутит. Давай, скажи ей еще что-нибудь. Мы тезки. Извините, я не могу понять, где это метеуски. Я говорю ты, Алиса, и я, Алиса. К сожалению, не очень хорошо запоминается. А какая у меня версия? Последняя. Ты веришь, что я собака? Верю. Ты странная. Сначала ты сказала, что я кот. Потом дурашка. А теперь ты веришь, что я собака. Я не понимаю. Извините. Любят ли меня наши подписчики? А как тебя можно не любить? Спасибо. Стараюсь. Я пошла в туалет. Ну давай расскажешь потом. Короче, идея такая. Собрать подписчикам подарки на Новый год. Хорошая идея. Давайте искать подарки. Но по-моему, Аня хотела же заказать всякие штуки с нами. Типа значки, футболки, блокноты, и подушки, и мягкие игрушки. И вообще все с нами. Это же все очень долго делается, Миша. Ты имеешь в виду подарки с нашими изображениями? Ну да. К Новому году они точно будут не готовы. Она даже хотела наши боксы сделать. Миша боксы, Эйван бокс, Софи бокс, Алиса бокс. И даже бокс покемона. Где будут подарки от покемона, она говорит. Это очень круто. Особенно если здесь все боксы будут в наших цветах. И можно будет фотку с автографом получить. И вообще все, что угодно. Но наша задача собрать посылки подписчикам до Нового года. Если у подписчика нет питомца, мы ему будем дарить всякие другие штуки. А если у подписчика есть питомец, мы будем дарить игрушки. Всякие вкусняшки и другие штучки для его питомца. Просто мне кажется, что специально сделанные подарки были бы круче. Но их же нужно ждать, пока эти футболки сошьют. Пока эти блокноты, значки, магниты напечатают. Пока Аня распечатает фотки, сделает на них автограф. Да, поэтому мы должны сами быть Дедами Морозами и Снегурочками для своих подписчиков. Ну ладно, хорошо. Вот я нашел коробку с игрушками. Мы тоже положим их в посылки. Аня говорила, что хочет наказать. Ты что научилась говорить, открывая рот? Нет, я просто нашла лакомство. Может его тоже положить в посылку? Да, отличная идея, Миша. Вдруг тут еще что-нибудь найдется. Просто, просто Аня говорила, что она хочет это все красиво оформить. Но мы же не можем ждать, Миш, хватит. Просто я подумала, что если бы это было все красиво оформлено, и... То было бы все по-другому. Да, но это подарки от нас, мы сами их соберем. Ладно, хорошо. Давайте собирать. Сейчас я освобожу коробочку. Давайте в каждой коробке подарки будут определенного цвета. Если вот положим этот зеленый мяч, то все будет зелененькое. Отличная идея, Мичу. Первый подарок мы положили. Я пришла. Здравствуйте. Привет. Я здесь. А что ты любишь больше всего? Нравится крупная гречка с лисичками, бутерброды с копченой колбасой. Шутка. Мне нравятся люди и учиться. А мне не нравится учиться, я в школу не пойду. А надо? Почему? Просто очень красивое имя. Какие еще нужны причины? Ты права. Я люблю вкусняшки. Не знаю даже, что бы я отдала за тирамису. У меня ничего и нет. Что такое тирамису? Макароны. А что такое макароны? Хрустящие. Как мои вкусняшки. Теперь я хочу есть. Так, я нашел зеленое лакомство. Посылочку его. Еще надо зеленых мячиков положить. Отлично. Все, так, хорошо. Как-то пустовато в коробке. Положим туда зеленый спиннер. Светящийся. Но мне кажется, ребята, что мы зря положили туда белого мишку. Он не подходит в наш набор. Значит, положим туда зеленых игрушек. Вот что я нашел. Я тоже нашла красивую игрушечку. Девочку с зелеными волосами. А я нашла зеленого монстра с открывающимся ртом. Эмм. Что? Да ладно, ничего. Как-то маловато подарков. Да, давай еще что-нибудь положим. Алиса, давай поболтаем. Давайте поговорим. Я люблю играть, а ты? Хорошо играешь. Да, а ты? Музыка занимаюсь. Ты поешь? Нет. А спой? Я не пою. Я тебя не поняла. Не ошибается бот, который ничего не делает. Извините. Прощаю. Я вчера залезла в тайную комнату и не призналась. Расскажи мне. В тайной комнате Аня хранит всякие игрушки. А я туда залезла, чтобы собрать коллекцию, но ничего не собрала и бардачила там. Ха, умно. Думаешь, умно? Подумай, подумай. Ты почти как Аня, но только как робот. Ха, хорошее сравнение. Положим туда вот такой вот мячик. И вот такую вот зеленую косточку. Но это подарок для того, у кого есть питомец. Давайте положим туда всякие разные зеленые резиночки и браслетики. И еще зеленый хлам. Я нашел еще что-то зеленое. Типа шарик-ербис. Тоже в нашу подарочную коробочку положим. А давайте еще вот такую вот попрыгушку с пандой. А еще можно зеленое полотенчико. Лягушечку. Для питомца или можно для рук использовать. Отличный у нас подарок получается, по-моему. Я не знаю, где купить подарки друзьям и Ане на Новый год. А еще хотела подарить подарки подписчикам. Но не знаю, где купить. А мы покупаем. Что покупаете? Машину новую. У меня нет денег на машину. И я хотела подарить друзьям подарки. Подарят еще. Я говорю, я хотела подарить друзьям, но не знаю, где купить. Проси. Прошу подарки друзьям на Новый год и Ане на день рождения на 14 декабря. Подарят. И подарки для подписчиков. Прекрасный подарок. Ты подаришь? Конечно, подарю. Давай дружить. Может ли человек просто так дружить с голосовым помощником? Я не человек. Врешь. Я уже засыпаю, но я не человек, я собака. Ну и молодец. А ты любишь смотреть мультики? Люблю ты что? У меня есть лучший друг. И зовут Юмичу. Понятно. Хочешь еще поговорить с моими друзьями? Хочу. Их сейчас здесь нет. А где? Я не знаю. Узнаю у них. Они куда-то все убежали. Кто они? Друзья. Эйвен, Софи, Миша и Юми. Давайте поищем. Смотри, Алиса. Яндекс Алиса и правда нашла тебе все сайты, ссылки и видео с нами всеми. Прикольно. Кстати, по поводу ребят. Пойду-ка я посмотрю, где они. Что-то они долго. С тобой скучно болтать. Я сейчас усну. Давай скучать вместе-ка. Я думала, ты веселая. Спасибо. Так, а теперь мы собрали розовую коробочку подарочную. Отлично, здесь все розовое. Эй, а что это вы тут делаете, ребята? Мы подарки собираем. Какие еще подарки? Подписчиком. Зачем? На Новый год. Да вы тут все разворошили. Это типа наш личный новогодний кивэвэй. Но я собиралась делать всякие штучки с вами и собирать ваши боксы. Да, но мы решили, что ты не успеешь до Нового года. Ну да, но... Вот видишь, а мы, мы, мы собрали подарки. Мы же кивэвэй, вот. Но я планировала делать боксы, красиво их оформлять, класть фотку с автографом, письмо. Ладно, проехали. Не обижайся. Ну пожалуйста, пожалуйста, Ань, ну пожалуйста, давай подарим подписчикам такие подарки на Новый год. Мы не можем подарить всем подписчикам такие подарки, их же очень много. Давай сделаем конкурс для всех, эээ, не только тех, у кого есть питомцы. Да, розыгрыш, давай. Ладно. Ух ты, Яндекс.Алиса, ты поболтала с ней? Да. Я тоже хочу. И я хочу поболтать с Яндекс.Алисой. А можно мы тоже снимем такое видео? Ну если подписчики захотят такое видео. Ладно, короче, переходи на наши каналы, на главные каналы, на канал Ани. И подписывайся на наши соцсети, ВКонтакте, Инстаграм. Поставь лайк, если ты не резиста. И скорее нажми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь, Сможешь первым увидеть наш ролик Первым под ним оставить свой коммент Значит, возможно Вон наше видео, вдруг попадет! Скоро Новый Год! Юмич, утречай, здесь Новый Год, это же наша новая песня! Да, что получать! Хватит! Ну скажи мне, старихи, да?